Если традиционные банки не будут готовить революцию, то тогда революция накроет волной эти традиционные банки. Это неизбежная история. Причем, на мой взгляд, принципиально будет в ближайшие 5-8 лет. И здесь спать спокойно нельзя, потому что есть новые платформы P2P-кредитования. Они еще маленькие, они совсем еще неявно проявляются. И я вот сейчас был в Мюнхене, я всем уважаемым господинам банкировам сказал, вы гордитесь своими большими пассивами и активами, просто в один прекрасный момент вы рискуете проснуться, и окажется, что ваши пассивы это совсем не ваши пассивы, потому что когда технологии риск-менеджмента позволят с контролируемым риском передавать P2P-финансовые ресурсы, это будет колоссальный челлендж, колоссальный вызов для банков. Банков. Они могут прекратить свое существование в том виде, в котором они работают сейчас, так как большая часть их услуг будет предоставляться в электронном формате через интернет, что уже сейчас становится привычным для многих банковских клиентов. По мнению Грефа, чтобы выжить, банкам необходимо постоянно генерировать и внедрять современные инновации и технологии. Только так можно оставаться конкурентоспособными, считает глава российского Сбербанка. В профессиональном ликконе финансистов есть даже такое понятие, как подрывные технологии, те самые, что подрывают основы традиционного банкинга. Единственный способ защититься от упадка, уверен Греф, внедрять инновации. Чем, собственно, и занимается Сбербанк. В ближайшие годы здесь планируют отказаться от пластиковых карт, в том числе и в Казахстане. К сожалению, сегодняшние технологии уже позволяют фактически полностью отказаться от услуг традиционных банков. Шансы банковского сектора сохраниться в сегодняшнем мире, в сегодняшнем виде, оценивают как нулевые. А вот в каком-то виде сохраниться все-таки, трансформировавшись очень сильно, став высокотехнологичными компаниями, оказывающими в том числе банковские услуги, я думаю, что такие шансы есть. В управлении личными финансами, цифровой валютой технологии, так называемой блочной цепи, это блокчейн. Мы здесь в последней лекции получили вообще понимание того, что Банк Англии создал рабочую группу из специалистов в области блокчейн, и они попытались оценить все сферы применимости и последствия применимости, как виртуальных валют, так и блокчейн для макроэкономики в целом для финансового сектора. Ну, вывод очень интересен. Для нас вывод из применимости технологии для финансового сектора заключается только в том, что банкам места нет. То есть в технологии блокчейн, если она будет доведена в ближайшие, а это не ближайшие 10 лет, это ближайшие 2-3 года максимум, по всем прогнозам, может быть построена так называемая одноуровневая банковская система, когда прямо в центральном банке с момента рождения каждому гражданину открывается счет, и все операции в блокчейне не могут быть и защищены достаточно, так как это распределенная регистрация всех сделок. И если скорость их будет повышена, то, в общем, честно говоря, это для нас, ребята, очень плохая новость. Вот мы загрустили, когда мы это увидели. И скажу об этом в конце. Вы знаете, я не уверен, что на похороны банковской системы придет очень много людей, значительно больше, чем на похороны премьер-министра Черчилля. Я не знаю людей, которые очень сильно любят банки. Я сам люблю банки. Когда я пришел в Сбербанк, я сказал, ребята, я страшно не люблю банки и банкиров, поэтому нужно сделать все, чтобы научиться удовлетворять услугу таким образом, чтобы клиент даже не знал о нашем существовании. А когда к нам нужно приходить и еще сидеть в очереди, чтобы за собственные деньги получить услугу, то это, извините, нас долго терпеть не будет. Поэтому нам надо бегом бежать впереди клиента, для того, чтобы постараться удовлетворять его запрос так, чтобы нас было не видно и не слышно. И к этому все идет. Ну, похоже, что то, что делает сейчас блокчейн, может привести к тому, что мы исчезнем с карты. Так, кстати говоря, как и многие другие бизнесы. Это совершенно нормальная история.